Я прям такое не делаю. Я не могу гарантировать вот верхние вот эти стрелки. Такой формат макияжа не устраивает. Но разрез глаз, да, другой, более азиатский. У меня точно такой же разрез глаз. А в чем проблема? Для чего потратили мое время? Трубку бросила. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин. И сегодня я иду в салон красоты, где вечерний макияж стоит 6 тысяч рублей. Сразу при записи у меня попросили референс. И я очень надеюсь, что когда салоны красоты просят выслать им референс, они это просят для того, чтобы действительно подготовиться к приходу клиента. А не как это бывает обычно. У нас нет этого, пятого, десятого. Извините, пожалуйста, мы потратили ваши 2 часа, но платите вот, пожалуйста, по полному прайсу. То есть для меня это очень странная ситуация, которая была от них из последних роликов. И, кстати, если вы любите мои ролики, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны. А также, если вы хотите смотреть мои ролики с ранним доступом, в первую очередь, то подписывайтесь на мой Бусти, ссылка на который есть в описании под каждым видео. И, конечно же, на мой Телеграм-канал, потому что именно там выходит то, что не выходит на Ютубе. Например, видео о моем похудении, как я похудела на 8 килограмм за 2 месяца. Видео уже есть в закрепленных сообщениях, так что можете переходить, смотреть. Теперь погнали в салон. Так, куда пройти, непонятно откуда именно. Вот не люблю, когда в таких дворах в центре непонятно, куда идти. Строений очень много. Нашла я свое строение, но вход изнутри или снаружи, хоть бы какой-нибудь, я не знаю, сделали видосик с навигацией. Причем, кстати, у них нет оплаты терминалом, только наличными или перевод. И они об этом не говорили, пока сами не уточнили. Алло? Алло, а подскажите, как вам пройти? Я уже тут 4 минуты хожу вокруг здания, не могу найти второй этаж. А вы где именно? Что видите? Федеральное государственное предприятие, черную дверь с оградой. Черная вывеска, да-да-да, заходите туда. А там нет второго этажа? Сейчас, найду. Так, нет. Прочитайте полностью, там что-то про Министерство обороны должно быть. Это вы во дворе, да? Ну я с внутренней стороны, потому что с наружной стороны там не было ничего. Да-да-да, гостиничное хозяйство, что-то такое здесь. Да-да-да. Да, да. И вы заходите, там звоночек будет, охрана вам откроет. А дальше поднимаетесь на второй этаж. Давайте я с вами побуду, пока вы заходите. А я уже нашла, все, на второй этаж сейчас подойду. Вы поняли, да? Угу, все, давайте. Хорошо, прекрасные вам процедуры. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на макияже? Да. Юлия. Сюда? Да. Я зовут Настя, сегодня буду вашим мастером. О, супер замечательно. Саживайтесь, пожалуйста, сюда. А сумочку? Сумочку вы здесь можете поставить. Отлично. Ну, водичку, чай, кое-как хотите? Ой, нет, кофе сей нету. У нас с вами макияж, верно? Угу. Так, один момент. Вы не профессия скаю любого волоса? Да, давайте. Администратор показал, какой вы макияж прислали. Скажите, пожалуйста, что именно вам там нравится, вы хотели бы повторить? В принципе, мне нравится всё. То есть губы. Да, обязательно. По типажу плюс-минус совпадает. Губы. Прям очень хорошо. Здесь мне нравятся оттенки. Угу. То есть хочется торечный контур. Здесь более натуральный свой цвет и плеск сверху. Угу. Брови. Брови мягкие, но графично, чтобы их было видно. Супер. Можно даже чуть ярче брови. Ну, я думаю, это мы в процессе уже посмотрим. То есть яркость нужно всегда добавить. По макияжу глаз. Нравится всё? Я понимаю, но, к сожалению, я прям такое не делаю. Мы можем что-то, может быть, альтернативу какую-то подобрать. В каком плане? Ну, смотрите, больше... Ну, давайте альтернативу. Есть у вас картинки? Я могу объяснить. То есть больше я делаю коммерческие классические макияжи. То есть прям, ну, такую суперграфику я, к сожалению, не делаю. И я не могу гарантировать, что результат будет похожий, и он вас устроит. То есть прям, наверное, из самого яркого я могу вам показать то, что я делаю. Ну, то есть это более коммерческие, классические, конечно, форматы макияжа. То есть я могу добавить ещё вторую стрелку по коже, как... Ну, то, что вы показали, там что здесь? Здесь растушёвная стрелка идёт. Просто стрелочка и всё. Просто вот кусочек даже стрелки. Ну, по факту, да. Как бы здесь она проработанная. Странно. А чего меня не предупредили, что это... У меня же вчера фотографию спросили. Я, к сожалению, не знаю, почему администратор не сказал. В том числе я озвучила, что... Ну, вот прям такой макияж я не делаю. Ну, я... Честно, не знаю, что вам сказать. И... Ну, единственное то, что... Нет, я к тому, что вчера у меня спросили, у вас есть фотография макияжа, который вы хотели бы... Ну, я так подозревала, чтобы что согласовать, может быть, с вами. Я не знаю. Но я отправила, мне никто ничего не сказал, что делают только как бы... То, что вы мне показали, такой макияж, ну, я как бы сама могу сделать. Ну, я понимаю. Ну, то есть там просто обычная стрелка, там даже нет... Ну, там снизу ничего нет, чёрного ничего нет. Ну, чёрное можно добавить, но по нижнему веку. То есть относительно того, что здесь есть. Я не могу гарантировать вот верхние вот эти стрелки, потому что, ну, я этого не делаю. Стрелку чёрного... Нет, я понимаю. Я к тому, что если вы не делали, то я бы тогда на сегодня другой макияж бы выбрала. Это не проблема. Но нужно понимать вообще, что вы делаете. Потому что есть... Я понимаю, да. А вот то, что вы мне показали, ну, меня такой формат макияжа не устраивает. То есть для меня это не вечернее. Это вот просто днём я сама себя так крашу. Я поняла. Ну, ну, да. Давайте тогда другой макияж выберём. Ну, давайте посмотрим. Ну, вы меня наведите хотя бы? Да, сейчас я ищу, что ещё у меня есть. Больше, конечно, это лаконично, но макияж ближе к натуральным клиентским форматам. Ну, такой... Ну, я поняла. То есть просто если натуральный, то это... Ну, я понимаю, что мы просто в ваш запрос немного не попали. Ну, вот здесь, вот здесь просто нет, получается, этих верхних стрелочек, линий, которые вы говорите. Внутренний уголочек. А есть фото внутреннего уголочка? Я думаю, что вы сами тоже его делаете, потому что мне было проще ориентироваться на вас. В смысле? Внутренний уголочек вы делаете. Ну, точно так же, как здесь. Ну, здесь проснимайте немножко другой разрез глаз. Анатомия другая, не такая же, как у вас. А вы не сможете адаптировать? Немножко сложновато, но... Я не переживаю за то, что условно у нас здесь есть стрелочка, широкая нижняя века, также подчёркнутая. Больше за внутренний уголочек, потому что тоже не то, чтобы очень часто его практикую. То есть вы не сможете его нарисовать или не умеете? Или не знаете? Если нужно найти пример, я поищу сейчас. Среди 12 тысяч фотографий. Я уже прошу вас прощения. Ну, я очень редко его делаю. То есть, ну, конечно, более какие-то... Ну, вот. Плюс-минус. Здесь у вас прям... А, ну, мы про внутренний уголочек, если говорим. Направление чуть-чуть вниз идёт. То есть мы рисуем поверх вашего века его условно, верно? Ну, сейчас поищу другие фотографии. Я очень переживаю, потому что, ну, это не совсем тот формат макияжа, который я делаю. Я понимаю, ну, а какой у вас формат макияжа? Просто если вы бы сразу обозначили, может быть, я просто в другое место бы пошла? Сейчас ещё высокий спрос на такси, сюда ехать. Это время моё. Я вообще в другое место бы тогда поехала, и всё. Сейчас я поищу фотографию на своём лице. Может, вам так будет легче. Ну, то есть вот такие форматы стрелок, то есть это более читаемо, конечно. Честно, я больше переживаю, что я не сделаю. То есть, в принципе, я понимаю, как это сделать, но я очень переживаю за результаты и то, что вам в итоге может не понравиться. Потому что, ну, именно на... Так вы не можете вообще в принципе, я вам уже третий или четвертый макияж показываю. Ну, большая проблема именно во внутреннем уголочке, потому что я... А что вы можете сделать? Давайте из этого исходить. Потому что я уже перебирать бесконечно то, что... Ну, я понимаю, но если я правильно вас понимаю, то те форматы макияжа, которые я делаю, вы можете сами делать. То есть это более классический формат макияжа, который я запрашиваю. Не то чтобы классический, то есть вот то, что вы мне до этого показали, там что? Что? Я там не вижу просто такого прям макияжа-макияжа. Ну, вот видите. Что там? То есть больше, да, я позиционирую как натуральный макияж, который... Ну, я же записывалась на яркий вечерний макияж. У меня не было запроса на натуральный макияж. Зачем тогда мне к вам записали? Вот этот вопрос. Остается открытым до сих пор. Если вы делаете натуральный макияж и не умеете рисовать стрелки, ну, тогда нужно обозначить. А я отправляю референс за сутки еще. То есть вы сегодня, получается, зря пришли сюда. Я сюда зря приехала. Да, я понимаю. Ну, давайте позвоним администратору, вообще узнаем, что вообще за ситуация происходит сейчас. У меня же тоже не безграничное время туда-сюда ездить. Для чего? Ну, смоки я вам там показывала. Смоки тоже не умеете делать? Нет, смоки я умею делать. Ну, я так подозреваю, что больше вопросов. Внутренние уголочки я не могу его сделать. То есть не проблема сделать стрелку и оформить нижний век. Именно про внутреннюю уголочек. То есть вот такой смоки сделать без внутреннего уголочка вы в состоянии? Да. И это будет вот настолько... Да, сейчас измерю. Аккуратно и красиво? Да, с мягкой растушевкой, без пятен вполне. И вытянутый клеточку. Просто вы можете? Ну, общаетесь потом решим. Да нет, это администратор мой. Ну, давайте уточним у администраторов, почему так получилось. Я могу сама пообщаться, если хотите. Если вам будет комфортно, вы можете поговорить с администратором. Давайте, на громкую поставьте. Николь, ты на громкой связи. Это Юлия, наш клиент на макияж. Хочет так же пообщаться. Алло. Да. Это я вот сейчас вам, по-моему, звонила, чтобы узнать, как пройти. Правильно? Наверное, Александра. Я администратор Вероника. Здравствуйте. Слышу вас. А, все, Вероника, очень приятно. Смотрите, такой момент. Вчера я записывалась на вечерний яркий макияж, у меня попросили референс. Не знаю, вы меня записывали или же другой администратор. Но, тем не менее. Сейчас я прихожу, оказывается, что мастер не умеет рисовать стрелки. И, в принципе, она делает только натуральный макияж. Что это такое вообще? А зачем меня тогда записали? Зачем спросили референс? И, таким образом, и мастера пригласили под ненужный, скажем так, макияж мне. И я сюда еще приехала. Еще высокий спрос сейчас на такси. Это я к чему? Что у меня разве есть время, чтобы кататься туда-сюда, узнавать, собственно, самой приходить, делать ли такие макияжи. А для чего я вообще референс тогда отправила? То есть у меня была бы возможность тогда вчера найти другой салон на сегодня, правильно? Ну, вообще, Юля, я отправляла мастеру референс, и мы с мастером обсуждали, что макияж будет яркий, что макияж будет вечерний, и что стрелки мастер адаптирует под вашу форму глаз. Потому что на фотографии я увидела, что там есть тейпы, модели клея или тейпы, и разрез глаз другой, более азиатский. И я дала маркеру инструкцию и объяснила. Так я азиатка. Нет, просто на фотографии, когда вы записывались, я видела, ну, там была другая девушка. Ну, азиатский разрез глаз, у меня точно такой же разрез глаз. А в чем проблема? Про разрезе глаз, что ли, я чуть не могу понять. Я поэтому и выспала вам референс именно такой, который, собственно... Да более того, я сейчас мастеру показала, там, сколько, 3-4 макияжа, которые уже были на моих глазах сделаны. В чем проблема адаптировать, я не понимаю. Ну, мы с мастером обсуждали этот момент, что проведем беседу с клиентом, если мастер не сможет попасть в запрос, и обсудим, и... Сделаем адаптацию так, чтобы клиенту понравилось, и клиент остался комфортен, если мастер не сможет выполнить именно в точь-в-точь макияж. Нет, ну вы пообщались с мастером, это хорошо, а почему вы не пообщались со мной, как с клиентом, чтобы сказать, что мы адаптируем, или у нас не получится адаптировать, или то, что дело в разрезе глаз и так далее. Потому что я сейчас прихожу, показала 3-4 варианта разных макияжей уже на моем лице, и мастер не может их выполнить. То есть какой смысл мне тратить, во-первых, время свое, чтобы сюда приехать, да, на тот макияж, на который я согласовала еще вчера с вами референс. И более того, тратить еще и время мастера на это. Если она делает только натуральный макияж, для чего тогда вы меня записываете? Для чего потратили мое время? Трубку бросила. Я прошу прощения, здесь может быть просто еще плохая связь. Нет, это я на трубку бросила. Даже все, ну, понимать, мы просто, наверное, опять же, думали, что мы сможем прийти к какому-то общему консенсу, но вот вы даже можете посмотреть в Инстаграме все мои работы, они не такой же насыщенной яркости. Да, я могу сделать их, ну, это у меня все это фото, то есть чуть более яркими, но в целом вот именно с внутренними уголочками я много не работаю. Да, у меня больше все... Нет, это я понимаю, но я не заходила к вам в Инстаграм. Нет, я понимаю, и в том числе, и администратор тоже знает, по какому, ну, какие работы я делала. Ну, вы сейчас слышали, что она сказала? Она говорит, что она с вами обсудила, и вы сказали, что вы справитесь, что вообще сейчас происходит. Она вчера говорила, что да, мы вас записали, все отлично, все, приходите, мы сделаем вам макияж. Сейчас она говорит, что она обсуждала с вами, вы сказали, что да, можете сделать. Мы обсуждали именно варианты, как-то это больше адаптировать. Ну, то есть она сейчас говорит мне про разрез глаз, что там азиатское лицо, и что теперь? То есть это теперь что, азиатское лицо иметь это как... Нет, нет, ни в коем случае, просто, опять же, мы всех разным прислаем фото, то есть... Так я и поэтому прислала фото азиатского лица, а не какого-то другого, для того, чтобы... Когда вот я вам первую фотку показала, вы что сказали? Здесь совсем другой разрез глаз, поэтому я не смогу адаптировать. Хорошо, я вам показала, более того, я тот референс с азиатским лицом отправила, и показала на своих же глазах, как эти стрелочки могут смотреться. Да, я понимаю, очень красивые стрелочки, но у меня именно за тык с внутренним уголочком, то есть у меня часто его клиенты не просят, я только теоретически его знаю и отрабатываю на нескольких моделях, и тоже мне то, что вот прям это было, как сказать, недавно по времени, то есть... И я не чувствую уверенности, что я вам сделаю... Нет, я понимаю, вопрос не в том, что у вас нет уверенности, или вы не умеете делать это абсолютно в вашей зоне ответственности, что вы там делаете, что не делаете, и ваше право работать в разных направлениях. Но для чего потратили мое время, чтобы я сегодня приехала, чтобы что? Прокатит-прокатит, сделаете мне такой, какой макияж вы умеете, все, что ли? Независимо от того, какой референс я отправляла, просто смысл тогда администратор потратил действительно мой день сегодняшний, для того, чтобы я сюда приехала. Я уже молчу о тех расходах, которые я сейчас несу. Я приношу свои извинения, да, потому что так получилось. Давайте еще раз позвоним администратору, почему такое поведение еще и бросает трубки. Это же не детский сад, правильно? То есть я записываю салон. Как минимум к профессионалу. То есть я не приходила в качестве модели, чтобы можно было сколько угодно тратить мое время. Я понимаю, что мы уже тратим ваше время. Алло. 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 Алло, да. Мы делаем макияж, делаем макияж, чтобы было хорошо и красиво, да. Делаем, да, если что, клиенту скидку больше, вот. Старайся делать так, как ты можешь, так, как ты видишь, чтобы макияж был яркий, красивый. Никуль, ты на громкой. Это уже я, Юля. Да, да, здравствуйте. Дело не в скидке. Мне в скидке не нужна вообще. Вот. Ну, я просто даю инструкции мастеру и... Ну, вот в данной ситуации, вот я сейчас сижу в кресле у мастера, мастер не может выполнить запрос. Далее, что? Алло, алло. А можно я, пожалуйста, поговорю с мастером, чтобы... Да, конечно. На сколько она вообще не может выполнить запрос? Ну, понимаешь, у нас затык с внутренним уголочком. Нет, я тебя поясню. У нас затык с внутренним уголочком. Я с внутренним уголочком абсолютно не работаю и, соответственно, я могу потратить гораздо больше времени. Никуль, у нас затык с внутренним уголочком. Я его не делаю, а клиент именно хочет с внутренним уголочком проработанным. Я могу заводить в направлении? То есть, понимаешь, я не чувствую уверенности, что клиент будет доволен. Нет, Никон, нужно сейчас это все решить, потому что мы и так уже задерживаем клиента. У нас случилось глобальное недопонимание, и, к сожалению, мои руководители думают, что я могу сделать макияж по вашему запросу, но я понимаю, что я могу не попасть в ваш запрос и просто потратить ваше время. Недопонимание у кого? У нас внутри, внутри. То есть, ваш администратор предлагает мне сделать макияж тот, в котором вы не чувствуете уверенности? Нет, в таком случае, а что она предлагает? И оплачивать мне этот макияж по той же самой стоимости, что вы будете просто пробовать? Запробовал? Я бы, собственно, и не стала протекуту. Да, но я как бы на такое тоже не особо согласен. Я понимаю, это формат именно, когда я приглашаю модели, чтобы что-то попробовать, но так как вы клиент, и, ну, я понимаю, что смотрю молочку, вот, 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 вот. Нет, я при таком раскладе делать макияж не собираюсь. Тогда я заберу свою сумочку. Очень странно. У вас только этот один администратор, или все-таки есть управляющий какой-то? Да, еще у нас есть управляющий. А с ней пообщаться мы можем? Я думаю, вы как раз звонили, и вы, может быть, подскажете номер, об котором вы звонили? Я вам расскажу. 51-80. Да, это как раз Александра, управляющая нашей студии. То есть с ней можно будет пообщаться насчет этой ситуации? Да, я думаю, да. Единственное, что она сейчас в командировке, не в этом городе. Но я думаю, вы можете написать на самого. Нет, я сейчас звонила, узнать, как пройти вообще, потому что навигацию мне не скидывали. Я понимаю. Ладно, сейчас процентирую. Да, извините, пожалуйста, за... В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, ожидайте ответа или перезвоните позднее. Конечно же, уже по тому номеру, по которому я звонила, уже никто не берет трубку. Я на самом деле в огромнейшем шоке от того, насколько безответственно салон красоты относится к записи клиентов. Потому что уж лучше не записать клиента, чем сделать вот так вот, и чтобы потом клиент вообще не пришел ни разу в этот салон. Ситуация крайне неприятная. Во-первых, они пытались сделать акцент на том, что модель азиатского типа лица. Во-вторых, что у меня азиатский разрез глаз и так далее. Насколько это приятно? Я вам хочу сказать, что человек, который всю свою жизнь сталкивался с нелицеприятными вот такими вот моментами, я это чувствую сразу на подкожном уровне. И для чего вот администратор сказала, что ну там была типа модель азиатская, совсем не такая, какие макияжи они привыкли делать. Вы где живете? Вы принимаете клиентов в центре Москвы, в центре Москвы. К тому же Россия у нас многонациональная страна, многонациональная. Какая разница с каким разрезом глаз? Визажист он на той визажист, что он должен уметь адаптировать макияж под разные типы глаз. Хорошо, а если бы у меня был бы стареющий тип лица с опущенным веком, с супер морщинами и нависшими вот этими местами, что тогда? Они бы мне сказали, что это слишком старое для макияжа? Что это вообще такое обсуждение каких-то внешних данных клиента? Это вообще абсолютно недопустимо. Сейчас пришла смс от администратора, управляющего, которая мне подсказывала, как пройти. Была такая милашка изначально. Вот, проходите туда, приятные вам услуги. А сейчас она трубку не взяла и написала, перезвоню позже. Я очень сомневаюсь, конечно, что они это будут делать, потому что, что они мне могут сказать? Что, извините, мы азиаток не принимаем. Извините. Или даже не будут извиняться за счет того, что они вот таким вот образом просто оскорбили. Я это считаю оскорблением. Ждем такси и едем домой, потому что никакого макияжа уже не будет. Более того, это было похоже не на салон красоты, а я прихожу. Это какая-то, знаете, студия, где комнатка такая очень маленькая. И там, во-первых, лежит девушка, которая делает то ли ресницы, то ли еще что-то. Другой девушке там делали брови. То есть это очень маленькое помещение. Ощущение, как будто бы три девчонки, подружки решили скинуться и организовать себе а-ля салон красоты. Хотя, на самом деле, когда идет запись именно в какую-то, типа, студию, где человек работает сам на себя, скажем так, самозанятый, да, это совсем другая ситуация. Но здесь же я записывалась как в салон красоты и говорить о том, что... Ну вот у меня в Инстаграм даже вот такие вот работают. Я что, теперь должна с личным Инстаграмом каждого мастера, что ли, ознакомливаться? Вот представьте, вы звоните в какую-нибудь, не знаю, компанию и говорят, а вы с моим Инстаграмом ознакомились? Так, друзья, ситуация совсем неприятная, даже с точки зрения просто записи в салон красоты. Для чего они просят референс? Ну вот давайте разберем прям по пунктам. Референс нужен для того, чтобы, возможно, мастер подготовился, взял необходимые там оттенки теней там и так далее, да. То есть в этом плане я думаю, что это адекватно просить референс, и это нормально. И я всегда иду навстречу салону красоты, отправляю им референс, хотя, по идее, я могла бы этого не делать. То есть я могла прийти и просто сказать, я хочу вот такой вот макияж. Но, учитывая, что мы научены с вами горьким опытом, мы идем навстречу мастерам, салонам красоты и так далее, делаем все, что бы им было комфортно. Но никто в этом всем процессе не думает о том, чтобы было комфортно в первую очередь клиенту. Что получается? Если бы они вчера еще сказали, что, извините, у нас мастер, во-первых, новичок, да, сказали бы на самом деле, как оно есть. И поэтому он может делать только там натуральный макияж. То, что она мне показала макияж, у нее там, знаете, на глазах была вот только маленькая вот такая вот стрелочка сюда, и все. Как такового даже я не увидела, я не знаю, контуринга лица, там, каких-то вот таких вот моментов. То, что вот мы действительно, зачем мы идем в салон красоты? Я же пришла в салон красоты не для того, чтобы просто сидеть и там, не знаю, кофе, которого нет, сидеть попивать. Мы приходим за конкретной услугой. После макияжа мы куда-то идем. То есть не так, что мы собрались и едем домой с этим макияжем. С маникюром, с педикюром, возможно, такая история прокатит, потому что мы пошли, сделали маникюр, педикюр и едем домой, допустим, да. То есть мы пользуемся результатом услуги еще несколько недель после самой процедуры. С макияжем же такая история не катит. Мы его делаем для чего-то. Вот представим действительно реальную ситуацию, когда вы записали салон красоты, чтобы сделать макияж, и вы потом поехали на какой-нибудь ванный ужин, как минимум, да. Либо вы запланировали какую-нибудь съемку, оплатили уже студию, оплатили фотографа, оплатили видеографа, оплатили всех специалистов. А тут вам такое, ну, типа, мы не можем сделать макияж, потому что это не в наших силах, я не могу быть уверенным. И вот это вот все разглагольствование, это, знаете, неприкрытое хамство со стороны салона красоты, когда они действительно хотят обманывать клиентов. Почему? Объясню. Если вы не умеете делать макияжи в принципе, да, я показала там 3-4 макияжа, причем на своем же лице, на что визажист говорит, я не могу быть уверена за результат, короче говоря, он ничего не умеет делать. А зачем тогда вы записываете меня? То есть я записываюсь к профессионалу, а не к какому-то новичку. Ну вот представьте, вы приходите, допустим, в стоматологию, и вам там, я не знаю, дантист говорит, я, конечно, вам могу зуб вырвать, но я не умею ставить, например, уколы, наркоты и так далее. То есть что это вообще такое? Я вообще только что отучился, я могу, я знаю просто, что есть плоскогубцы, я могу вам вырвать зуб. Это вообще недопустимая ситуация. И более того, они используют клиентов в качестве моделей. Модели, чтобы вы понимали, оплачиваются, вот если еще взять, ну, лет 5 назад, модели с удовольствием бы сами пришли, потратили бы свою кучу времени. Обычно это какие-то девчонки, у которых очень полно времени, или просто захотели поэкспериментировать со своей внешностью, приходят и сидят. И то, сейчас большинство моделей не соглашаются на это, и мастера доплачивают моделям для того, чтобы модель пришла и сидела и терпела, пока на ней будут тренироваться и делать макияж. Вообще, это какой-то бред. Тут приходит клиент, который записался на платную услугу. То есть здесь дело даже не в том, что скидки, не скидки, как для администратора. Мы делаем все, что хочет клиент, адаптируем. Причем, знаете, это как было сказано, не то, что по запросу, а то, что в состоянии сделать типа визажист, и берем за это деньги. Какая разница, что она мне там в итоге на лице мне сделает, какой макияж, если он будет некачественным, потому что она не умеет работать ни с цветом, ни со стрелками, абсолютно ни с чем. Более того, администратор настаивала на том, чтобы визажист сделала некачественный макияж клиенту, чтобы в итоге хоть что-либо нарисовали и взять с клиента оплату. То есть недопонимание между визажистом и администратором даже вышло. Потому что визажист, она понимала, что даже если она сделает мне там стандартный какой-нибудь макияж, она не потянет его. То есть это говорит о том, что там собрались какие-то дилетанты, которые решили поиграть в салон красоты. Вот реально со стороны это так кажется. Я прихожу, ощущение, как будто бы человек не умеет вообще делать ничего. То есть разложил косметику, причем, что косметика, чтобы вы понимали, макияж стоит 6 тысяч рублей, а косметика была из разряда ниже среднего. То есть это все по количеству косметики, да, то есть понятное дело, что там ничего нормального бы не получилось. Поэтому я отказалась делать макияж. Вы у меня спросите, вы могли бы, да, допустим, подумать сейчас, ну ты бы сделала макияж, и мы бы посмотрели, что в итоге умеет делать визажист. Но наша с вами цель не быть моделью, когда мы идем получать услугу за деньги, а чтобы нам делали профессионалы своего дела. Если уж назвался профессионалом, будь добр, оказывай услугу так, как профессионал. И если бы у меня уже были бы оплачены студии фотограф, что достаточно часто происходит, что? Кто бы мне это все возместил? Кто бы вам это все возместил? Просто сказать, что извините, мы не оправдали ваших ожиданий, ну тогда не записывайте. Более того, вот этот момент, что администратор бросает трубки, даже не общаясь с клиентом, не пытаясь решить вопрос каким-то образом, для меня это вообще недопустимо. И то, что они постоянно делали акцент на том, что азиатское лицо, вообще администратор меня убило. Я за этот ролик несколько раз уже об этом говорила, но хочу еще раз обратить ваше внимание, что это недопустимо говорить клиенту о том, что извините, у вас там токсичный такой как бы прием. Извините сначала сказать, но у вас азиатское лицо. И что теперь? Это какой-то запретный тип лица или что? Там на референсе, ну мы не ожидали, что придет типа азиатка, то есть с таким вот как бы посылом. И что? Даже если пришла азиатка, вам какая разница, кто перед вами сидит? Тут уже интересный момент такой. Там, говорит, у вас разрез в глаз другой. Им уже показываешь, как на моем глазу смотрится такая стрелка, и этого недостаточно. Уже разные варианты макияжа я и показала конкретно на моем лице, и этого недостаточно. В салон красоты абсолютно было плевать на клиента, потому что вот там, когда приходишь, ощущение такое как будто бы балаган какой-то. Какие-то лишние предметы, какие-то чашки, какие-то что-то. То есть в салонах я могу иногда выпить кофе, могу, допустим, там воды. Более того, в люксовых салонах красоты, как правило, все равно плюс-минус хотя бы в этом плане есть выбор там каких-то базовых напитков. Да, там чай, кофе. Кофе здесь вообще не приехал. Но дело даже не в кофе, а в том, что вот эти вот чашки, все, где это моется? В туалете рядом? То есть это какая-то студия, комнатушечка снятая, без каких-либо условий для того, чтобы сделать адекватный макияж. Но при этом еще, знаете, когда вы у меня спросите, а когда же тогда учиться новичкам? Во-первых, ищите моделей, да, тренируйтесь на своих там подружках и так далее. Либо же, если вы новичок, ну тогда снижайте по стоимости новичка, тогда принимайте клиентов, а не заниматься вот таким вот обманом. Напишите в комментариях, как вам еще такая ситуация, как вы думаете, почему вообще в принципе она произошла? И стоит ли отправлять референсы салон красоты в будущем? Потому что я уже, честно говоря, не вижу смысла в этом абсолютно никакого. Потому что отправляешь им референс, они не готовятся раз, а во-вторых, если они видят, что там азиатка, то все. Как бы сразу это для них как будто бы красный флаг. И подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны. И на мой телеграм-канал. Если все-таки меня перезвонят, то продолжение этой истории выложу туда. Но я почему-то сомневаюсь, что мне кто-либо будет перезванивать. И уж тем более каким-то образом решать данный вопрос. Потому что сегодня такой салон есть, а завтра его нет. Они переименовались или вообще его закрыли. И не знаю, у меня не вызывает доверия. Как бы вот такие вот непонятные места, которые как лабиринт. Через какие-то там семь дверей нужно зайти, непонятно где. Все. И увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи, всем пока-пока.